Анализируя аварийность в Орле с начала года, инспекторы пришли к неутешительным выводам. Многим пешеходам напрочь изменяет инстинкт самосохранения. В этом полицейские в очередной раз убедились, заняв позицию у рынка на Третьей Курской. Когда-то здесь был переход, но с закрытием Красного моста автомобильный трафик возрос и зебру пришлось убрать, что не мешает пешеходам идти через улицу. Цель рейда не столько наказать нарушителей, сколько предотвратить наезды на пешеходов. Их в Орле и без того с начала года случилось немало. С начала 2022 года на территории города было зарегистрировано 9 ДТП, в которых 8 пешеходов получили телесные повреждения. 4 из них произошли по вине самих пешеходов. Причем в тех авариях, где виновниками формально признаны водители, неосторожность пешеходов также усматривается. Ведь убедиться в безопасности перехода их обязанность. Инспекторы говорят, машина не сивка-бурка и в один миг как лист перед травой остановиться не может. Стали пропускать, и я начал тормозить, машину юзом повело, и я сбил женщину, зацепил. Так что действовать бездумно инспекторы не советуют ни пешеходам, ни автомобилистам. Ведь штраф далеко не самое серьезное наказание нарушителям. Кстати, кроме них, инспекторы по итогам рейда могут адресовать претензии и орловским коммунальщикам. Проводится контроль за качеством содержания автодорог. Так как в шести ДТП были выявлены недостатки эксплуатационного состояния уличной дорожной сети. Сотрудники дорожной инспекции проверяют нормативные сроки устранения зимней скользости, недопущение формирования снежных валов у пешеходов-переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков дорог. Иван Суверин, телеканал Первый областной.